Его рабочий день начинается, когда на ледовой арене еще никого толком нет. Он в глубокой тишине заводит свою большую машину и медленно выезжает на каток. Сергей Петрович – ледовар, и 16 января он со своими коллегами отмечает свой профессиональный праздник. Работники именно этой специальности заботятся о том, чтобы посетители комфортно катались, хоккеисты – тренировались, фигуристы – не спотыкались. Создание с нуля ледовой площадки – процесс интересный и трудоемкий. Сначала наливаем немножко льда, закрываем его, потом его ровняем, красим в белый цвет, потому что лед же, как все знают, бесцветный, а на ледовых аренах красивый белый цвет. Наносим разметку, а потом сверху наливаем так называемую линзу. Это уже рабочая поверхность. Лед – структура хоть и твердая, но отнюдь нестабильная. Например, в спорткомплексе «Полюс» выезжать и обновлять полотно приходится примерно каждые полтора часа. Делается это все на так называемом ресурфейсере. Собственно, профессиональный праздник приурочен ко дню рождения создателя этого комбайна – Фрэнка Замбони. В 1940 году американский изобретатель со своим братом открыли собственный каток «Айсленд», где через время Фрэнк и показал свою разработку. Его ледовые комбайны были сделаны на основе знаменитой машины марки «Джип». В дальнейшем мировое технологическое развитие сделало свое дело и превратило комбайн Замбони в самостоятельную технику. Сегодня новая такая машина стоит в районе 9 миллионов рублей. Внутри целая станция, позволяющая за несколько минут превратить избитый лед в идеально гладкий и блестящий. У нас вода идет через фильтр. Поступает она в нагревательный прибор бойлера. Нагревается до температуры 75 градусов, заливается. Вот может быть вы когда снимали, обратили внимание, сзади машины шел пар. Это мы заливаем горячей водой. Потому что горячая вода, лед плавит, и тогда он становится более гладким. Если идет сильная нарезка льда, и мы видим, что нужно подлить, то мы как бы еще добавляем воды. Но основной принцип – сколько срезал, столько залил. Но все же поздравляют в этот день не машину, а людей. К тому же не все катки заливаются с помощью дорогой техники. Профессиональный праздник отмечают и создатели дворовых катков. Здесь система другая. Пока морозы нестабильны, заливаются в первую очередь катки, которые находятся в тени. И только через время все остальные. Сначала специалисты проливают площадку вдоль бортов, замораживая различные отверстия, чтобы вода не уходила. Затем уже идет укладывание 6-7 слоев льда до образования прочной ровной поверхности. Стоит отметить, что сегодня в городе работает 72 муниципальных объекта. Все это целые хоккейные коробки или просто катки, которые открыты для всех желающих. Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков. Новости спорта на восьмом.